2000-2001 годов. Ну а теперь о криминале 21 века. Не проходит недели, чтобы мы не услышали об очередной хакерской атаке, взломе паролей, краже личных данных и прочих преступлениях в сети. У рядового обывателя нередко возникает вопрос, кто же этим занимается? Таким вопросом задались и сыщики ФБР. В глобальной облаве на киберпреступников, помимо американцев, участвовали также европейские и израильские полицейские. Улов три десятка хакеров из разных стран. В том числе трое израильтян, арестованных по подозрению в совершении виртуальных преступлений. А вот сроки за них они могут получить вполне реальные. Сотрудники киберподразделения Лахов 433, которые обычно не комментируют свои операции, сделали сегодня исключение для нашего корреспондента Бориса Штерна. Это финал одной из крупнейших полицейских операций в мире против киберпреступников, точнее его израильская часть. Трое задержанных, их имена запрещены к публикации. Под эгидой ФБР спецподразделения кибербезопасности со всего мира провели аресты участников интернет-форума «Даркот». Израильская полиция стала частью глобального проекта, масштабы которого напоминают настоящий боевик. Операция была очень важной, сложной и очень успешной. При сотрудничестве с ФБР и нашими коллегами во всем мире мы смогли сделать важный шаг с точки зрения кибербезопасности, разгромив целую хакерскую структуру. Попасть сегодня на страницу форума «Даркот» нельзя. Она заблокирована. Федеральные агенты сохранили только один элемент от хакерского дизайна. Стать членом группы можно было только по рекомендации двух участников форума, предоставив доказательства своей хакерской деятельности. Актив форума составлял около 300 человек. От Австралии до Канады. Границы современного мира уже формальность. Современные границы — это формальность. Интернет их уничтожил. И хакеры во всем мире объединены между собой сетью. Они и сами могут не знать, кто и где находится. Это не мешает совершению преступлений. Хакеры «Даркот» донесут ответственность за новогодний взлом интернет-сетей, игровых приставок, Sony и Microsoft. В постоянных кражах личных данных пользователей, их продажи и взломах банковских счетов. Эксперты считают, что после публикации полного отчета ФБР можно будет узнать много нового. Я не до конца уверен, что главной целью этой группы были только кражи данных и их последующая продажа. Мы не можем пока говорить об их активности. Но полгода назад примерно такая же группа, она состояла из 30 человек, которые никогда не встречались друг с другом, смогли похитить миллиард долларов из нескольких банков. Масштаб того, что может быть просто глобален. Чем занимались среди этого израильтяне, не афишируются. По мнению киберполиции, наши хакеры от своих коллег с других континентов мало чем отличаются. Нет никакой разницы. И не может ее быть. Они все одинаковы. Говорят на английском. Это их основной язык. И наши ничем не выделялись на их фоне. Правительство, корпорации, банки, базы данных, инфраструктура — это главные цели преступных кибергруппировок. При этом и на бытовом уровне существует большая вероятность стать объектом преступления в интернете. Но самая большая проблема во всей этой истории заключается в очень одной простой вещи. Каждый человек, каждый гражданин, каждый пользователь интернета может стать потенциальной целью для хакеров. А это понимают далеко не все. Купил в интернете на сайте, где нет системы защиты данных, стал потенциальной жертвой. Оставил на таком сайте свои данные, можешь потерять все. От собственной электронной почты до банковского счета со всем его содержимым. Кибербезопасности больше нет ни у кого. Так же, как любая квартира, потенциальная цель вора, каждый компьютер — потенциальная цель хакера. Каждый человек должен отдавать себе отчет в своих действиях, в какие сети он заходит, откуда получает почту, на каких сайтах оставляет свои данные и пароли. Все должны использовать антивирусные программы и понимать, что личные данные человека — это он сам. Даже с учетом того, что Израиль по кибербезопасности впереди планеты, всей поводов для беспечности просто не существует. Хакеры — это до сих пор явление малоизученное. В киберпространстве ты никогда не знаешь, кто враг. Враг очень размыт. Мы даже сейчас много не знаем. Например, о группе Anonymous. Сколько их, какова их стратегия, кто это вообще? Или, например, атаки хакеров из Сирии. Где, в принципе, гарантия, что это сирийцы? Серверы форума DarkCode уже изучают сотрудники ФБР. Вероятно, в ближайшие несколько недель анонимные преступники будут названы по именам. Судя по всему, нас ждут большие сенсации.